Вы видите два совершенно одинаковых квадрокоптера Вот два абсолютно одинаковых подвеса Вот они супер легкие по 98 грамм Этот с камерой, с двумя камерами, курсовой, камерой для съемки Вот этот только с курсовой, без камера Вот сейчас я вам постараюсь объяснить Как их надо подключать к компьютеру Чем программировать, то есть прошивать И на какой платформе эти подвесы собраны Итак, приступаем За окном погода нелетная, идет дождь Я нахожусь в данный момент на даче Как сейчас модно говорить в самоизоляции Ну и воспользовавшись этой ситуацией Я решил рассказать всем интересующимся подвесами Супер легкими подвесами Как вот этот подвес О котором я уже рассказывал раньше В своих видео Ссылочки на эти видео я оставлю в описании Как же все-таки его прошивать Вернее, как его подключить к компьютеру и к программе Для того, чтобы прошить Как прошивать я не буду вам рассказывать Это уже кто дружит с головой Сам найдет Единственное, я вам скажу, подскажу Как подключиться, подпаяться Значит, каким разъемом Для того, чтобы можно было И войти в программу Естественно, сделаю скидочку на ту программу С помощью которой Можно будет прошиться И Каким разъемом подпаяться Чтобы можно было Затем подключиться К программе для настройки самого подвеса Я много не буду говорить на эту тему Потому что, как я уже сказал Кто дружит с мозгами Он найдет и в YouTube И в Google Значит Всю необходимую информацию Сразу же скажу вам Оговорюсь Что этот подвес На платформе AlexMouse Почему AlexMouse Это Алексей Москаленко Автор Этих прошивок Этой платформы И Китайские друзья Будем так говорить Они Используют Его Прошивки Я не знаю Как делятся С ним Не делятся Но они используют Его прошивки В своих Подвесах Это Подвес Склон Сразу вам скажу Потому что Я долго разбирался Что же это за Подвесы Кто производитель Какая Прошивка Завода То есть Магазин Он приходит с прошивкой 2.2 В 2 Оригинальная Прошивка Алекс Алекс Мосса Алексея Москаленко Вот Работает она Неплохо Но часто Дает Сбой После этого Необходимо его Перенастраивать Но В чем Проблема Дело в том Что Помимо Вот Этих Вот Этих Вот Выводов Четырех Которые Необходимы Для Дистанционного Управления Подвесом Больше Никаких Разъемов Здесь ничего Выводов Нет Я очень долго Разбирался Как же его Подключить Для Прошивки Как же его Подключить Для Перенастройки У меня Один Первый Мой Подвес Который Я купил Год назад Он у меня Очень быстро Вышел из строя Мне пришлось Менять Преобразователь Напряжения Я Сейчас Его Открою Покажу Вот Этот Преобразователь Напряжения Он Недорогой Он Цена Его Если Будем так Говорить В международной Валюте Всем доступны Я вам скажу Сколько это в гривнах Но в гривнах От 16 до 30 гривен В зависимости от того У кого вы будете покупать Если же В рублях Я вам точно не скажу Сколько это будет стоить Переводите сами Ну а На сегодняшний момент В долларах Это Практически Где-то Пол доллара Может быть Да Ну может чуть больше Где-то порядка 70-60 центов От 70 От 70 Центов До Доллар Двадцати Центов Доллар Тридцати центов Вот так вот Выруковать Значит он Недорогой Вылетает Как правило При Неправильном Подключении Если вы Перепутаете Плюс-минусом То он у вас Обязательно сгорит Или если вы Подадите Напряжение Выше Допустимого Значит он тоже У вас просто сгорит Здесь дырка будет Натурально вы увидите Дымок пойдет И дырка будет Его заменить Но с прошивкой Ничего не случится С прошивкой Настройки Как правило Вылетают После того Как вы Его начнете Использовать Наиболее Интенсивно И если будете Его использовать С дополнительным Оборудованием Например Ардуин Про мини Перепрошитый На управление Этим Подвесом Часто Вылетает Если Настройки Настройки Которые залиты Здесь Прошивка Они часто Ну Просто Напросто Не тянут Этот вариант Управления Подвесом Через ардуино Значит Управление Наклонами Здесь В оригинальном Подвесе Есть Вот Эти Четыре Пина Это Питч Это Ролл Это Плюс Пин Питч 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 Я использую Как питание Для курсовой Камеры Видите Здесь Ничего Если Мы Посмотрим На этом Снимке Видно Подобный Тоже Подвес Подвес Я его хотел Как раз Заказать Но Прислали мне Другой Похожий Подвес Здесь Имеется USB Разъем А У Нашего Подвеса В этом месте USB Разъема Но Преимущество Этого Подвеса Он Легче На Целых Шестнадцать Грамм А это Для таких Маломощных Коллекторных Квадрокоптеров Типа Сима 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 Значительно Конечно То есть Это уже Можно Поставить Дополнительное Какое-то Оборудование Или Камеру Или Передатчик Или Напряжение От Которого Работает От 6 до 26 вольт Подвес Этот У нас К сожалению Работает Только От Трехбаночного И Четырехбаночного Аккумулятора От Одиннадцати И Шестнадцати Вольт То есть У него Разбег по напряжению Гораздо Меньше Это Естественно Свои Неудобства Ну и он Весит 114 грамм 114 против 98 Сами понимаете Есть Выигрыш Но Неудобство Отсутствие USB Входа То есть Подключить И Перенастроить Его Компьютеру В Наш Подвес Очень Очень Проблематично И Это У меня Вело Меня В ступор Определенный Я Честно Откровенно Долго Не мог Разобраться Во-первых Я обращался К продавцам Которые Мне Обещали Связаться И Производителем И Дать Информацию Как Его Перенастраивать Ни один Производитель Не хочет Раскрывать Своих секретов Тогда Никто Не будет Покупать Ну Мне Пришлось Сделать Когда У меня Первый Гапнулся Я Открыл Спорт Мне Вернули Часть А этот Лежал У меня Мертвым Грузом Пока В конце концов У меня Не накрылся Не Окирпичился И второй Подвес Точно Такой же Тон У меня У меня Ум 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 Что Это Микроконтроллер Который Управляет Всем Этим Процессом Это Отмега 328 П А А Когда Уже Разобрался Что Это Микроконтроллер И Что Ардуино Про мини Стоят Точно Такие Процессоры Начал Варианты Снимать Микроконтроллер С Ардуино Ставить Сюда То есть Были Положительные моменты Были Отрицательные В конце концов Я понес Абсолютно Чистым Микроконтроллером На Подвесе К Одному Умельцу В Радиосервис Который Ой Да я прошиваю Бог да вы шо Ну он мне вот так прошил Что закирпичил Вообще Ничего Невозможно было С этим Подвесом Сделать Пришлось еще раз Менять микроконтроллер И самому Уже разбираться В этом вопросе В конце концов Я Разобрался И Выяснил Как же можно Подключиться К этому Процессору Чтобы его Перепрошить И Затем Уже Перенастроить Сначала Я вам просто Покажу Как же Можно Подпаяться Подключиться Смотрим Итак Вот Наш Подвес Подвес С этой С обратной стороны Подвеса С крышки Вот видите Здесь находятся Такие вот Квадратики Есть Их 9 штук 9 квадратиков Это 9 выводов 9 выводов С микроконтроллера Сейчас Снимем Это у нас Платформочка От Симы С подвеса Симовского Смотрим Какие нам Нужны Если вы Распиновочку В интернете Возьмете Значит На этот Микроконтроллер Значит Вы увидите Что Здесь Нам Необходимо Для того Чтобы подключить Программатор Вот этот Программатор Который Называется USBASP Значит Ну Вы можете Взять Купить его Как у себя Где-то На радиорынке Или в радиомагазине Он недорогой Практически У раз В разных регионах Я например Вот этот брал В Запорожье Значит Он мне обошелся 61 гривну Вот Ну плюс еще Доставка Новой почтой Там 40 гривен То есть 101 гривна А так А если брать у нас Допустим На радиорынке Или в магазине 126 гривен Получится Уже дешевле А заказал я На Алиэкспресс Его Значит Уже Практически Два с половиной Месяца назад Вот он идет Вроде как Пишет Что Уже в стране Осталось Немного ждать Но Он мне уже По большому счету Не нужен То что я заказал На Алиэкспресс Вообще 40 центов Стоит И бесплатная доставка Так что Потому что Бесплатная доставка И 40 центов Он так долго идет Хотя у меня Более дорогие заказы Они Уже по 80 дней И до сих пор Ничего Не пришло С Китаем Сейчас Очень все сложно Ну вот Вот такой Программатор К нему еще идет Вот такой Ремень Вот Ну и надо будет Надо будет Разъемы Вот такие Вот еще Сделать Чтобы Ну Это уже Другая песня Вот Чтобы Подключить Такой Программатор Необходимо Нам Выяснить Какие же Нужны Нужны Нам Выводы А какие Выводы Нужны Оно На программаторе Написано Все Нам Нужно Что Ток Чтобы был Плюс 5 Чтобы была Земля Чтобы был Вывод Моси Значит Был Вывод Резет Был СЦК Вывод И Вывод Мисс Был Значит Это все Есть Это все Есть На Процессоре Микроконтроллер Значит Плюс К нам Еще Нужны Значит Для того Чтобы Подключиться К Программе Гуи После того Как Перепрошивку Если вам Надо будет А может Вам и не надо Перепрошивать Будет Просто Перенастроить Надо Будет Свой Процессор Вам Нужен Еще Будет Переходник Такой USB TTL 2102 Вот Такой Вот Переходник SP 2102 Он И Загрузчик При Программировании Ардуино Про Мини Вы Будет И Будет Программирование Подключение Данного Подвеса К Программе Итак Где У нас Эти Злополучные Выводы Контакты Ну Нам Нужны Нужны С Этого Угла Крайни Крайни И С Ним Рядом Два Это Миссы Мосси И Так же Нам Нужен Крайни С Этого Угла С С Этой Грани Да Самый Нижний Это С ЦК Значит Они Все Эти Контакты Они Выведены Вот Сюда На Эту Сторону На Эту Сторону Подвеса Вот У нас Начинаются Вот Этот Контакт Самый Крайний Это Мосси Это Мисо Это С ЦК С ЦК Значит Это Резет Это У нас Плюс Пять Это Гнд Это Плюс Пять Это У нас ТХ И Это РХ Вот Подпаивайте К этим Платформочкам Хоть Проводочки Хоть Эти Пинки Пины Эти Значит Для Удобства Вот И Естественно Уже Можете Работать Учитывая Что Здесь У нас Уже Есть Плюс Пять И Гнд Они Абсолютно Одинаковые Что Что Здесь Что Здесь Поэтому Плюс Пять И Гнд Сюда Подпаивать Не надо А вот ТХ И РХ Надо Подпаивать Для того Что Пусть То Как Вы Перепрошьете Свой Подвес Микро Контроллер Если Вам Его Не Надо Прошивать Если Вы Сразу Знаете Какая У вас Прошивка Я Например Не Знал Что У меня Там Прошивка Стоит 2.2 b2 Ну И Когда Я Даже Пробовал Подключиться К ней У меня Почему То Она Не Запускалась И Мне Пришлось Перепрошить Другую Прошивку Которую Алекс Моз Подготовил Официальная Официальная Прошивка Для Клонов Она 2.40.8 Ссылочку На Эту Прошивку Я Вам Дам Вернее Я Вам Дам На Форум Ссылочку А Там Все Прочитаете Сможете Все Скачать Кому То Значит Если Он Знает Какая Прошивка Знает Загруженный Гуи Вы Можете Вот Эти Сразу Два Контактика Подпаять И Больше Ничего Не Надо Вот Это Для Того Чтобы Вы Перенастроили Свой Подвес Так Как Вам Надо Я Не Буду Вам Рассказывать Сейчас Как Прошивать Как Настраивать Я Уже Сказал У кого Кто Дружит Со Своей Головой Он Вполне Самостоятельно Сможет Все Это Сделать Моя Задача В этом Видео Была Показать Вам Как Можно Подключить Этот Подвес Вернее Что Надо Куда Подпаять Для Того Чтобы Подключить Программатор И Для Того Чтобы Подключить Адаптер Для Подключения К К К К Программе К Подключить К И К Для Этого Вот В Принципе Все Что Я Хотел Рассказать Извините Что получилось немножко сумбурно не совсем не совсем складно не совсем гладко но я думаю основную мысль вы поняли потому что я к этому шоу несколько месяцев кому я не обращался никто ничего я на форуме писал ребята вот есть такая зверюга выкладывал фотографию вот есть только четыре пинка и все больше ничего как подключиться как прошить как настроить тишина гробовая никто ничего мне не отвечал китайцам писал те обещали и нихрена не делали я написал что я куплю вас еще один подвес но только же вы мне дать информацию да 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 дадим и извините фигура из трех пальцев по всей морде как говорится вот ну в конце концов дошел уже самостоятельно дошел до этого потому что начал когда вертеть его крутить думать для чего же платформы и нужны они все-таки с какими-то контакты контактами соединены все когда разобрался что нужен программатор что для этого какие контакты тогда понял что эмоции мисс она все здесь есть и tx и rx то что я пытался думал что tx и rx как-то связаны с этими контактами ничего подобного никак они не связаны они совсем отдельные контакты и для программирования никак они не связаны поэтому вот для того чтобы настроить вот это для того чтобы прошить вот это сделаете все у вас получится не бойтесь покупать он дешевый 30 долларов всего стоит значит очень легкий и очень надежный в работе как он работает я покажу вам ссылочки как он летает с симой как он летает с бэнг той сам их 16 как снимает вернее поэтому я это выложу тоже немного но покажу чтобы ознакомились но все спасибо за внимание кто слушал посмотрел не забывайте мой канал заходите иногда что-то полезное может быть для себя подчеркнуть а я что буду нового узнавать обязательно с вами буду делиться все всем пока а а а а и а и Продолжение следует... 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 Продолжение следует...